Светлана Труфанова Беспросветность, бесперспективность Но как выбраться из такого болота хронических неудач и проблем, когда, казалось бы, все идет по накатанной, и вы не видите выхода, как и что можно изменить в вашей жизни Зачастую мы просто должны установить связь с самим собой и задать себе вопрос, а что я действительно люблю в этой жизни, что доставляет мне удовольствие Что меня вдохновляет, что я хочу, к чему стремлюсь Некоторые заметят, а что делать, если я не знаю ответа на этот вопрос, чего я хочу Начинайте с малого Иногда прием противопоставления тоже помогает, например, от чего я точно не хочу в своей жизни, от чего я точно хочу отказаться А затем прислушивайтесь к своим ощущениям, налаживайте связь с интуицией Что я выберу сегодня на завтрак, на обед Какая одежда сегодня подойдет для моего дня Что соответствует моему настроению сегодня И помните, что у вас всегда есть выбор Зачастую в такой ситуации нам необходим взгляд со стороны Когда мы понимаем, что уже дальше, вот так, как сегодня, нельзя Нельзя продолжать жить, находясь в постоянном стрессе Испытывая вечную неудовлетворенность Но как и с чего начать, нет понимания Таким взглядом со стороны может стать книга «Лечение сердечных ран» Как стать психологом самому себе Это уникальная комбинация реального жизненного опыта Опыта врача-кардиолога И идей, подчеркнутых из источников у великих известных психологов Автору книги Инне Турченко Удалось соединить медицину, в которой она проработала практически всю свою жизнь Врачом-кардиологом и психологию Поэтому люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне стресса Или желающие их предотвратить Обязательно оценят рекомендации, которые есть в этой книге В конце каждой главы вы найдете техники для самостоятельного выполнения упражнений Которые позволят вам решить конкретную психологическую ситуацию в вашей жизни Если вам тяжело начать изменять свою жизнь Если вы чувствуете неудовлетворенность, апатию, стресс, уныние То эта книга обязательно станет вашим помощником Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!